Среди ваших знакомых есть жертвы преступлений, которые были широко освещены в СМИ. Что произошло после того, как журналисты потеряли к ним интерес? Это не чужая история, а моя собственная. 9 апреля 2019 года на меня и моего брата напали с ножом. СМИ довольно скоро перестали освещать нашу историю, хотя в свое время она попала на первые полосы федеральных изданий, потому что это произошло при очень странных обстоятельствах. Они потеряли всякий интерес к нам, что удивило меня, потому что первые несколько недель журналисты и репортеры буквально преследовали нас с братом сначала в больнице, а потом и в здании суда. Что касается того, как сложилась наша жизнь после этого, незнакомые люди видели мои шрамы и постоянно спрашивали, каково это было и что следует делать в подобной ситуации. Одна женщина даже сказала мне, что это наказание мне за то, что я покрасил волосы. Все постоянно вторгались в мою личную жизнь и спрашивали меня о моих травмах. Некоторые бывшие друзья даже сказали, что я заслужил то, что произошло со мной. Журналисты нарушили неприкосновенность моей частной жизни, взявшись освещать мою историю. Из-за этого психологическая травма, полученная мной во время нападения, оказала на меня большее воздействие, чем должна была. Когда люди спрашивали меня о моих ранах, я нервничал, и у меня начинала кружиться голова. С тех пор, как СМИ оставили меня в покое, люди перестали узнавать во мне жертву нападения из Слипи Холлоу. Я начал врать людям о том, что произошло, лишь бы все отстали от меня. Мне самому это не нравится. Я плачу по ночам из-за того, что люди до сих пор лезут в мою личную жизнь и спрашивают о том инциденте. Я ненавижу СМИ за то, что они рассказали всему миру о том, что произошло со мной. Парень, который это сделал, все еще ждет суда, и из-за этого весь этот кошмар все еще не заканчивается. В моей семье когда-то произошла трагедия. Пропал член семьи. Об этом рассказали по телевизору. Это произошло за два года до моего рождения, но из-за появления новостей на ТВ и повторов, об этом случае забыли лишь около шести лет назад. То есть о моем пропавшем родственнике то и дело вспоминали на протяжении 30 лет. Многочисленные диванные детективы распространяли в интернете слухи о тех или иных членах моей семьи. Было много сплетен и осуждения. Порой нам звонили, притворяясь пропавшим родственникам. Звонили и экстрасенсы, предлагая свои услуги только для того, чтобы похайпить и заработать большие суммы денег. Они просили более 20 тысяч долларов. Из-за всех этих слухов, некоторых моих родственников бойкотировали в обществе, их донимали полицейские. Я знаю, что они обратились на телевидение только потому, что надеялись, что это поможет найти пропавшего родственника. Но сейчас мне кажется, что после стольких лет лишней боли, ложных наводок и грязи, они уже жалеют о том, что решились на это. В начале 90-х несколько моих родственников погибли в результате аварии из-за пьяного водителя на встречке. Это произошло утром во время дождя. Пьяный водитель тоже погиб, но одна из моих родственниц выжила. На протяжении 10 лет или около того, СМИ снова и снова возвращались к ее истории. СМИ использовали ее историю, но не в негативном смысле, как пример того, что нужно уделять своей безопасности больше внимания, и что даже после самых тяжелых травм можно восстановиться с помощью физиотерапии. С некоторыми из репортеров она даже подружилась. Если бы их машина была оснащена подушками и ремнями безопасности, вся ее семья сейчас могла бы быть жива. Надеюсь, что ее появление в телепередачах убедило многих уделять большее внимание безопасности своих близких. Всегда пристегивайтесь сами и пристегивайте своих детей. Мой двоюродный брат был убит, и полиция подозревала мою тетю. В итоге преступники были найдены, и это оказались два парня, которые не имеют вообще никакого отношения к жертве и моей семье. На протяжении всего расследования СМИ выставляли мою тетю настоящим чудовищем. Все усложнялось еще тем, что пара популярных частных детективов публиковали у себя на страницах Facebook посты об этом деле, теоретизируя, что сподвигло мою тетю пойти на такое преступление и так далее. Все это очень затянуло расследование, потому что копы из-за влияния СМИ были слишком зациклены на моей тете, как на главной подозреваемой. Они даже нанимали актеров, которые пытались вытащить из тети признание. СМИ забыли об этом деле очень быстро, как только двое отморозков пошли под суд. С тех пор моя тетя ни с кем не разговаривает. Был убит сын очень богатых родителей, и пока все вокруг обсуждали убийство со всеми его жуткими подробностями, родители отказывались от общения с журналистами. Прошло почти 15 лет, и СМИ до сих пор время от времени вспоминали о человеке, жестоко убившем парня. Но семья жертвы за это время втайне от многих создала благотворительный фонд, помогающий жертвам преступлений. Втайне ото всех, не афишируя свою деятельность, они предоставляли родственникам и друзьям жертв преступлений средства на юристов и лечение. Если бы они не отстранились от назойливого внимания журналистов, то подверглись бы виктимизации и не смогли бы развернуть свою деятельность. Мою лучшую подругу похитили, по сей день ее не нашли. Прошло уже 24 года. Мы жили в небольшом городке. Все знали, что она моя лучшая подруга, поэтому в течение многих месяцев каждый раз, как я куда-то приходила, все сразу замолкали. Помню, как мне было больно слышать звуки вертолетов, которые вели поиск с воздуха, и катеров, которые прочесывали местное озеро. Однажды, прямо на территории школы, ко мне подбежали репортер местной газеты с оператором и спросили, как вы считаете, что произошло с Мелани? Конечно же, я сразу расплакалась, но из школы выбежал завуч и прогнал журналистов. Ее мать была опустошена, ее младшей сестре тогда было лет 7-8. Несколько месяцев подряд мы развешивали объявления о пропаже, обошли все ее любимые тропы в лесу, расспросили каждого, но безрезультатно. Я была близко знакома с ее семьей, но чем больше месяцев проходила с ее пропажей, тем менее и менее ее мать склонна была разговаривать. Ее пропажа ужасно сказалась на ее семье. Ее фото начали размещать на грузовиках, билбордах, на витринах всех магазинов с надписью «Внимание, пропала девушка по имени Мелани». Волонтеры-поисковики подняли награду за информацию о ее местонахождении до 25 тысяч долларов, а затем и до 50 тысяч долларов, но ее все равно не нашли. Несколько лет назад я стала жертвой домогательств известного футболиста. Я тогда еще не знала о том, кто он. Это произошло, когда я была на работе, я позвонила в полицию. Затем начался настоящий цирк. Журналисты позвонили моим родителям раньше меня и сообщили обо всем. Я не дала свое согласие на приобщение к делу видеозаписи инцидента. В результате все в интернете заклеймили меня лживой охотницей за деньгами. Я не получила ни правосудия, ни цента компенсации. Он отделался примерно тремя часами общественных работ. Когда все кончилось, я вздохнула с облегчением. Моя жизнь вернулась в нормальное русло, я перестала бояться неожиданных визитов репортеров дома и на работе. Должна сказать, что благодаря произошедшему я иначе взглянула на то, какое влияние журналисты оказывают на жизни жертв преступлений и знаменитостей. Обычно то, как они предоставляют ситуацию, сильно отличается от того, что произошло с жертвой в реальности, так как они часто делают упор на незначительных деталях. Зачастую не стоит обвинять жертв преступления. Им не нужно ничего, лишь бы жизнь снова вернулась в прежнее русло. Моего знакомого осудили заслуженно за непредумышленное убийство. Мы с ним не являемся близкими друзьями, но достаточно хорошо знакомы, чтобы болтать полчаса, если столкнемся на улице. Он воспринял приговор максимально спокойно. Он хороший человек, и все его знакомые считают, что он просто совершил серьезную ошибку в прошлом, которая обернулась крайне нежелательными последствиями. СМИ изобразили его в виде злого, мерзкого существа, лишь потому что он не стал отрицать свою вину и строить из себя невинность. Он отмотал срок и теперь хочет лишь оставить этот ужасный период позади. Я встретил его несколько месяцев назад, и мне показалось, что у него хорошее настроение, но при этом он сильно похудел. Он также упомянул о бессоннице и других подобных проблемах. Люди, которые не знают его, говорят ему в лицо ужасные вещи. Честно говоря, если вы прочитаете эту историю и решите, он отнял жизнь человека, пусть горит в аду, я не буду вас осуждать. Но учитывая обстоятельства, я считаю, что он заслужил второй шанс и право на новую жизнь. Он не представляет угрозу обществу, просто это было ужасное стечение обстоятельств. Изменено. Я забыл написать, что все газеты опубликовали адрес его дома. У него жена и трое детей. Я считаю, что независимо от того, какой тяжести преступления совершил человек, делать это недопустимо. Его семья долгое время получала угрозы. В 2016 году моя сестра была убита в результате неудачного ограбления во время отпуска за неделю до того, как она должна была вернуться домой. В местных газетах писали статью за статьей об убийстве, сильно искажая факты. Когда журналисты снова и снова просят тебя прокомментировать потерю одного из самых близких тебе людей, это подобно оскорблению, а затем они просто забыли о произошедшем. Во время следствия и оглашения вердикта они снова взялись за нас, но после всего этого, наконец, оставили нас наедине с нашим горем. Мне очень жаль те семьи, которые потеряли близких, но не только из-за того, какое это большое горе, а также из-за того, как сильно СМИ усложняют жизни тех, кому хочется лишь оплакивать тех, кого они потеряли. Я – выжившая жертва покушения. Спустя несколько лет жизнь становится прежней, даже в семье мы больше не вспоминаем об этом. Вообще. То есть в течение некоторого времени ты в центре внимания, у тебя берут интервью, полицейские фотографируются с тобой и т.п. Но после этого все возвращается к норме. Одна телепередача предложила мне дать интервью для выпуска с темой «Покушение на убийство в моем доме», но я отказался. Тем не менее, они использовали старые записи. Я снова оказался в центре внимания на пару недель. На том все и кончилось. Осталась ли у меня психологическая травма? Со мной работали профессиональные психологи. И, как известно, время лечит. Освещение этого дела СМИ не было таким уж широким. В основном потому, что семья погибшей попросила всех знакомых не общаться с журналистами, чтобы избежать шумихи. Это было так странно. В телепередаче было излишне много подробностей о том, как жертва была убита, где ее обнаружили, о состоянии тела, криках и прочем. Лично мне репортаж показался неприличным и неуважительным, снятым ради сенсации, хоть и без упоминания имени погибшей и демонстрации ее фотографий. Просто сказали, что это была женщина, назвали ее возраст и место проживания. Очень холодно, без эмоций, в контрасте с тем, что с ней произошло. Ее будто обезличили. Мне понятно, желание семьи поскорее избавиться от внимания СМИ, особенно учитывая их реакцию на первый репортаж в новостях. Но все же мне было не по себе от того, что живого человека низвели до анонимного, безымянного персонажа очередной ужасной истории. Было так странно смотреть сюжет о знакомом человеке, которого называли просто женщиной, даже не назвав ее имя. Через день или два арестовали двоих подозреваемых, один из них до сих пор за решеткой, а второй, насколько мне известно, уже нет. Думаю, это также способствовало тому, что журналисты быстро забыли об инциденте. Дело еще не дошло до суда. Думаю, что когда это произойдет, об этом расскажут в местных новостях. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!